Вход свободный, вопросы прямые в ДК сельского поселения Нижняя Челки. Сегодня не только студенты, но и молодые предприниматели, представители различных структур или просто активисты. Все те, у кого накопились вопросы к первому лицу республики. В начале встречи Нюзбек Евкоров кратко изложил цель мероприятия и обратился к кенгушской молодежи с просьбой о подкрытом диалоге. Вы должны все-таки вопросы задавать те, которые вам помогут сориентироваться дальше в жизни. Понять, что мы хотим, что мы делаем. И ваш вопрос и мой ответ, как глава республики, поможет другим ребятам в жизни, не только тому, кто задает вопрос. В течение нескольких часов живого диалога затронуты самые разные темы – культура, спорт, политика. Особый акцент молодые люди делают на праздновании 25-летия региона, которое намечено на июль. А вот активная молодежь Молгобека прорабатывает свои проекты, приуроченные Году экологии. Мусор Умаров предложил благоустроить городской пруд и открыть зону отдыха. Мы дам поручение, давайте возьмем на контроль, как это сделать. Мы буквально давно посещали Сюжинский пруд. Там целевые деньги идут по федеральному центру, чтобы выделяются деньги. И там должно быть очень красиво, хорошее место отдыха получиться. И на базе этого места отдыха сегодня представительный пруд тоже озвучивал. Вот этот пруд, который в Молгобецком районе, мы все наблюдаем. И вот там тоже программу включить, чтобы его благородить. Ну и те пруды, которые там и в Молгобеке, и в Карабулаке, их тоже привести в соответствии, чтобы хотя бы там элементарно стоит для людей создать. Доволен наболевшим среди молодежи оказался вопрос распространения аптечной наркомании. Молодой человек из Далакова рассказал, что в их селе открыто продаются психотропные вещества. Однако никаких методов борьбы с такими людьми, согласно действующему законодательству, не существует. Вопрос стоит сейчас в подвешенном состоянии, где-то потому что и закон не позволяет, как бы за это они отделываются административным правонарушением. А эти ребята, это молодежь, которая непосредственно занимается, проверяет этим, делают те функции, которые должны делать представители власти, они уже нарушают закон. Ваша же задача, как людей, которые радеют за это, в том числе молодежи, общественные советы, я уже говорил об этом, мы добиться того, чтобы, если этих нет в аптеках, видеокамеры наблюдения, чтобы мы могли в любую очередь следить. Добиться того, чтобы у нас не надо вам самим ходить, чтобы там права качать. Потому что если завтра вас посадят, это будет правильно. Потому что вы полезны на свое поле. Встречи главы Ингушетии Юнзбека Евкурова с молодежью уже стали традиционными. С каждым разом вопросов в главе становится все больше. И это говорит об одном. Наша молодежь не безразлична к общественно-политической жизни региона. В ходе встречи от молодых людей прозвучало более 30 вопросов. Затронули тему муфтият и состояние дорог, трудоустройства отличников. Говорили также о важности создания дискуссионных площадок, где молодежь на регулярной основе смогла бы обсуждать назревшие вопросы и решать их. К примеру, в Малгабеке уже действует подобный клуб с говорящим названием Дешендей. Вот эти площадки надо. Они должны быть не одна. Одна, вторая, третья. Чтобы мы друг друга. И не для поддержки власти, а для того, чтобы вы сами не шли за какими-то там людьми, у которых за спиной ничего нет. А вот эти площадки должны быть публично. Потому что они должны быть и публично. Должно быть право выступить любому, кто имеет свои точки зрения. От учителя Нестеровской 4-й школы Мадина Тибоева поступило приглашение открыть в республике национальную деревню, своего рода дом-музей, где можно будет демонстрировать гостям всю культуру ингушей. Это, в свою очередь, повлияет и на развитие туризма в регионе. Как шьют нашу национальную одежду, чтобы эта деревня была. Гончарное производство, кузнецы. Если бы есть возможность, конечно, можно спонсоров, я думаю, привлечь. Уже есть люди, которые заинтересовались, я уже обсуждала эту тему. Возле башеного комплекса, вокруг него, в том районе, мы там хотим делать такой хороший коммерческий проект, именно только национальный, только из нашего старинного уклада в жизни. И там же, как вы говорите, различные образца, уже работники, которые там будут показывать. Все в национальных одеждах, в том числе и официанты, и все остальное, национальные кухни, народные промыслы. Вопросы здесь самые разные, но главное, что каждый, кто их задает, получает конкретные ответы. Инзбекиев-Куров на месте дает поручение изучить вопрос, а затем доложить лично. Откровенный разговор с властью для молодых людей, в первую очередь, возможность развеять свои сомнения, отличить домыслы и слухи от правды. Такого рода встречи для молодежи большая поддержка в том, что действительно на уровне нашего главы республики проводятся такого рода мероприятия, программы, нацеленные на поддержку молодежи. То есть это социальные программы, проекты всякого рода, нацеленные именно на то, чтобы трудостроить молодежь, выявить ее потенциал и тем самым развить именно нашу молодежь. Было задано очень много продуктивных вопросов, и глава ответа достаточно внятна и понятна всем политическим взглядом. Я очень был доволен ответом и на свой вопрос, конечно же, очень благодарен за ответ. Для меня это было очень полезно, потому что было очень много вопросов, которые насущно действительно сегодня существуют. Много ребят задавали серьезные вопросы, были хорошие ответы. Я думаю, что можно сделать вывод, и для многих, я думаю, сегодня есть над чем подумать. В завершении встречи Нюзбек Евкуров призвал молодых людей быть активнее, проявлять инициативу в первую очередь в учебе. Ведь без образования нет будущего, и предлагать свои проекты по развитию молодежной политики. Именно для этого глава региона периодически устраивает такие встречи с молодежью. Переда Миржова, Рахман Суров, Новости 24.